Воздействие пандемии на наиболее уязвимые слои населения и выработка дорожной карты для более комплексного восстановления в центре внимания участников политического форума по устойчивому развитию, проходящему под эгидой ООН. Об уроках, извлеченных из пандемии, мы поговорили с президентом Эстонии Керсти Каллюлайт, недавно назначенной генеральным секретарем ООН, всемирным защитником интересов женщин и детей. Пандемия нанесла серьезный ущерб повсюду. Каковы должны быть сегодня приоритеты для мировых правительств? Очевидно, что от пандемии больше всего страдают самые слабые, хотя и всех нас она затронула. Так в большинстве развитых стран именно женщины потеряли свои позиции в обществе. Дети в развитых странах нуждаются сейчас в некоторой помощи, например, в организации школьного питания. Мы потеряли доступ к схемам такого типа, поскольку мы изо всех сил пытались предоставить альтернативные схемы поддержки. Так что представьте себе, в какой ужасной опасной ситуации оказались все те женщины и дети, которые уже до пандемии испытывали трудности. Они словно постепенно откатываются назад, как и все мы, но разница в том, что для них это может стать вопросом жизни и смерти. Каждая женщина, каждый ребенок должны иметь доступ к медицинскому обслуживанию, считает Каллюлайт. Она отметила, что коронавирусный кризис усугубил несправедливость, серьезно подорвав систему здравоохранения, непропорционально затронув наиболее уязвимых женщин и детей. По мнению эстонского президента, это одна из самых больших проблем, с которыми придется иметь дело в следующие десятилетия. Политический форум высокого уровня – основная платформа ООН для последующей деятельности и обозначения направлений в области устойчивого развития. На этот раз впервые форум проходит в режиме видеоконференции.